Движение «Аттакфир вальхиджа», что в переводе на русский означает «обвинение в неверии и уход», существует уже почти полвека. В России первые такфиристы появились в 99-м. А уже в 2010-м Верховный суд признал их организацию экстремистским объединением и запретил её деятельность на территории России. С того момента организация ушла в подполье, но не с политической сцены. За два последних года в Карачаево-Черкесии ликвидированы три её ячейки – в Хабесском, Ногайском и Усть-Джигутинском районах. По двум первым группировкам уже есть решение суда. По третьему же делу следствие ещё продолжается. Летом 2019 года в Усть-Джигутинском районе были задержаны 11 участников «Аттакфир вальхиджа». При этом двое из них ранее были уже осуждены за попытку выезда в Сирию для участия в деятельности незаконных вооружённых формирований на стороне МТО. В настоящее время в их отношении возбуждены расследуются уголовные дела. Задержание адептов нелегальной организации осуществлялось силами ФСБ, МВД и Росгвардии. В штаб-квартире Усть-Джигутинской ячейки и на дому её членов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, запрещённая литература и видеоролики террористического характера. Это то самое помещение, где задержанные ежедневно устраивали встречи, читали запрещённую литературу, приглашали молодёжь и убеждали её принять свою идеологию – идеологию экстремизма. Ещё одна ячейка базировалась в Хабесском районе. Её активисты пропагандировали исключительность и превосходство своей идеологии, возбуждая своими действиями религиозную рознь. На пятничных молитвах в мечетях республики они активно навязывали свои радикальные взгляды и прихожанам, и служителям. Установлено, что в марте 2016 года один из жителей республики организовал на территории Прочай-Черкесии экстремистскую религиозную организацию, которая решением Верховного суда Российской Федерации ранее была признана экстремистской. Несмотря на это, указанный житель республики предпринял действия по сохранению данной организации, создал ячейку на территории нашего субъекта и в дальнейшем с 2016 по 2018 год вовлёк в неё ещё восьмерых иных жителей республики. К сожалению, за счёт грамотно организованной пропаганды подобные экстремистские организации сейчас набирают популярность в молодёжной среде. Экстремизм – это опасная вещь в том смысле, что она несёт огромный разрушительный потенциал. Если государство допустит то, чтобы экстремистские идеологии свободно распространялись, нашей стране придёт конец, потому что возбудить межнациональную ненависть очень просто и очень сложно её погасить и помирить народу. Разрастаются такие группировки за счёт вербовки всё новых участников. В первую очередь из числа молодых людей, запутавшихся в жизни. Вербовка идёт во всех отраслях. Раньше, когда не было интернет-сообщества, пространства, у них работа была проще. Они подходили к человеку и выбирали людей, у которых какие-то проблемы. Очень подготовленные психологи готовят их в лагерях, как в Египте, как в Сирии. С появлением интернет-пространства работать стало, наверное, гораздо проще. Они раскинули сеть, в которую люди сами приходят. И если вначале такферисты действовали скрытно, то в последнее время их организация приобрела известность именно за счёт открытого и агрессивного распространения материалов экстремистского характера. Словом, битва за умы молодёжи приобретает всё более горячий характер. И победить в ней можно только совместными усилиями всего общества. Впрочем, наши правоохранители тоже не дремлют. И недавние аресты экстремистов тому лучшее подтверждение. Райми Шен, Далиль Мирза, Олег Малхожев, Назир Капушев, Радамир Князев, Архиз, 24.